Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие сплетники, все вы знаете, у нас есть замечательный спонсор кофе Тартуфи. Восхитительный итальянский кофе, который изготавливается в итальянских альпах по самым высочайшим европейским стандартам. Я обязательно оставлю ссылку на ребят из Тартуфи. Переходите с моим промокодом ЯмыАнтон Эс, и получаете 500 рублей на абсолютно все, что продают ребята из Тартуфи. Восхитительный, огромнейший выбор товаров с трюфелем. Переходите, покупайте замечательные, роскошно выглядящие подарки, которые порадуют абсолютно любого гурмана. Спасибо еще раз Тартуфи, что поддержите наше сообщество и за такой восхитительный кофе, который будет у меня каждое утро. Посмотрел я интервью у тестомешалки Насте Петровой, это победительница пацанок. Спорные чувства. Знаете, чем я люблю девчонок нетрадиционной ориентации? Тем, что они такие вот неуклюжие, они не могут читать между строк, они не могут играть по правилам. Они вот говорят все, что у них на душе. Поэтому было очень интересно послушать это интервью, потому что девчонка, она еще не окроплена этой святой водой, которая называется российский шоу-бизнес. Поэтому она действительно открытый человек, но уже с небольшой такой черевоточинкой. И мне очень захотелось это прокомментировать, потому что да, мы знаем, она подворотнее быдло. Да, мы знаем, что все проблемы в своей жизни она решает кулаками. Но тем не менее, на наших глазах мы сейчас видим, как трансформируется человек в чистый, не испорченный этой гнилью, которая называется российский шоу-бизнес душой. В черте что, не пойми, что там у нас сидит и уже начинает врать на камеру. Самое, конечно, печальное, когда мы говорим про насилие в России, во-первых, то, что домашнее насилие декриминализированное. Это страшная вещь, потому что ни одна женщина или мужчина, ведь есть же и такие, которые страдают от домашнего насилия от женщин. Да, процент маленький, но такое тоже имеет место быть. И поверьте мне, в случае мужчин еще сложнее, потому что вроде как в патриархальном обществе России ты, мужик, как на тебя подняла руку женщина. Но абьюз бывает не только физический и моральный. И поверьте мне, много мужиков страдает с неправильными грымзами живущие. Когда ты слушаешь интервью Петрухе, внутри такой хорошенький холодок, потому что ты понимаешь, что человек невменько. Человек, возможно, опасен для общества по той простой причине, что она не умеет контролировать свой гнев. Это действительно диагноз, над которым нужно тяжело работать, потому что вот это сидящие перед нами, это мина замедленного действия. Потому что не знаешь, на какой момент она немножечко перегнет, и результат будет необратимый. Когда стестомешалка спросила у нее, послушай, ну неужели все вот эти разбойные нападения, все эти избиения, неужели ни одного привода в полицию, ни одного заведенного дела. Она, ну да, наверное, один раз, когда я там стояла в, я не знаю, как в истории этой полицейской наблюдательной ситуации, не знаю, как это называется в России. Но, говорит, только когда я пацану переломала ребра, ну когда я там, девчонка лежала с кровоизлиянием в мозг, я там ей нос вмяло в череп, меня просто отпустили из полиции. А как вот отношения полицейских? О, девчонка дерется, они наверняка не воспринимают ее серьезно, что она может кому-то действительно навредить, не понимая, что перед ними сидит машина для убийства. Одно дело, она сильная физически, самое страшное, человек не может контролировать свой гнев. Конечно, смешно было слушать, когда тесто спросило, а твои отношения к инстусанке, вот она тебе там прописочная, потому что звала тебя не человеком, а зверями. Да это действительно правда. Когда ты смотришь пацанки, ребят, я говорю честно, каждые пацанки я смотрел только начало. Я не в состоянии смотреть неприкрытую ненависть и неприкрытое буйство, силы, избиение, какой-то чернуха совершенно страшнейшая на канале. Пятница, конечно, девочки там раскрывались, но боже мой, такого месива, такого физического месива, я не могу на такое лично смотреть. И на что Петруха говорит, да инстусанка там, наверное, под наркотой сидит, она не умеет себя вести, я лично не гонюсь за лайками, я живу не жизнью шизофреника, как живет Даша инстусанка. И вот здесь мне захотелось спросить тебя, Петруха, уверен, увидишь это интервью, и вот здесь мне интересно послушать твой ответ. Вот ты сидишь, называешь вещи не своими именами. Как ты можешь, вот вроде ты чистый внутри человек, обвинять людей в лицемерии, в какой-то двойной жизни, когда ты уже начала предавать саму себя, и ты уже начала играть по их правилам. Когда тесто-мешалка спросила, а что у тебя за отношения с Димой Биланом? Ты мне скажи, если ты не скажешь, я у него спрошу. То есть надо здесь нам, знаете, есть хорошее выражение в английском языке, name drop. Name drop, это когда мы называем известное имя известного человека, с которым мы вроде как во френд-зоне, и вот, в котором мы дружим. Сейчас начну переворачивать френд-зону, я хотел бы посмотреть, конечно, френд-зону Билан и тесто-мешалка, но вопрос сейчас не про это. Когда ты начинаешь дропать эти самые имена и говоришь, что я же у него спрошу, мы же там с ним локоточками-то трёмся, и Петруху понесло. Ой, ты знаешь, счастье любит, тишину, я ничего не буду там комментировать, я у него в доме загородном была и не раз. Петрух, а кого ты, блин, лечишь? Ребят, во время всего сезона этих самых пацанок у меня забит был директ, что это настоящий, это неприкрытый лесбийский клуб. Вы понимаете, я обожаю девчонок-лесбиянок, но я не люблю девчонок-лесбиянок, которые придают свою вот эту вот ЛГБТ-натуру. Вы понимаете, самые большие активисты ЛГБТ-сообщества это всегда девчонки, потому что, во-первых, общество, российское в том числе, смотрит на их увлечение ЛГБТ. Немножко так, знаете, сквозь пальцы, потому что, ну, это не так страшно, когда мужики это делают. И мне сложно, мне больно было смотреть, как Петруха придает свою вот эту вот натуру и начинает закатывать глазки. Ой, счастье любит, тишину. Дорогая моя, а какое счастье с Димой Биланом? С Димой, черт возьми, Биланом. У тебя есть, что это самое счастье любит тишину? Зачем лицемерить? И когда тесто-мешалка мне всегда высказывает, вот я настоящий журналист, а ты там какой-то там шакал, который подбирает крошки вот этого шоу-бизнеса, перетирая их на своем канале. Дорогая, вот здесь, вот здесь появляется твоя такая неприкрытая гнилая натура, потому что ты знаешь весь этот бизнес изнутри. И ты продолжаешь задавать наводящие неправильные вопросы, чтобы прикрыть очередную задницу. В данном случае Димой Биланом все знают, что он с пацанами. Нет, мы здесь будем закатывать глазки и спрашивать, а какое там счастье? И почему она любит тишину? Да, Лен, да, 100% Петруха и Дима Билан, они вместе. Большего лицемерия, больше вот этой вот показушной игры я видел очень давно. Было восхитительное видео, которое я не знаю вообще где-то на ютубе, если вы сможете, с трудом найти, вы найдите, но я не знаю никаких ссылок, не знаю как давать ссылки, поэтому удачи вам в поиске этого безумия. Но, интересно было послушать, и говоря уже про тестомешалку, присылают мне мои дорогие пташки, кстати, вот директ моего инстаграма, директ открыт. Для любого толка информации переходите, передавайте мне лично привет, я всегда отвечаю голосовыми, если у вас есть что сказать, мне говорят, ты не отвечаешь в директ. Ребят, я не отвечаю в директ на сообщение, привет, или классная кофта, или сдохни, прошу, у меня по тысяче сообщений бывает в день. Если вам есть что сказать, или вам есть действительно что-то интересно обсудить, я всегда отвечаю. Но, привет, как дела? Ну, извините, это мимо, я просто, мне времени физически не будет ответить всем, пожалуйста, по делу. И вот мне присылают мои дорогие, значит, сплетники, вот пару скриншотов с комментариями. У меня тестомешалка заблокирована, поэтому не знаю, что там она кому пишет. Пишет она, значит, у себя, я так понимаю, в инстаграме, цитата. Самые лучшие праздники, когда в телефоне нет ни одного видеофото, кроме кадра из тачки на обратном пути. Эх, подумать не могла, что доживут до времен секретных празднований дня рождения. Кстати, задачка для неугомонных сплетников Ютуба. Человек, одержи мною, вы понимаете? Человек просыпается каждое утро, она чекает канал Антона С.Лайв, пытаясь найти хоть какое-то зерно, где было упоминание о ней. Кстати, задачка для неугомонных сплетников с Ютуба. Ловите на халяву гайд по обучению искусству добывать и проверять информацию. Выясните, где была вечеринка и что там происходило. Такой куш эксклюзива сорвете для новых серий своих выпусков, что кружкой кофе подавитесь, гарантирую. Послушай сюда, Ален. Это, конечно, здорово, что ты даешь такие замечательные гайды абсолютно бесплатно нам, сплетникам. Но я повторюсь, если бы ты действительно не придавала собственную натуру, как ты утверждаешь, ты журналист с большой вот такой вот огромной буквой Ж, если бы ты жила по этим принципам, было бы у меня огромное уважение. Я обожаю, неважно как человек выглядит, неважно какое отношение у человека ко мне, у меня всегда уважение, когда человек живет по принципам. А когда ты высказываешь вот такие вот вроде правильные принципы, да, найди там какую-то вечеринку, ну вот расскажи нам что-нибудь про вечеринку, расскажи нам действительно про Билана и его отношения с Петрухой, или где-то мы пытаемся там показать, какая ты крутая. А по факту что? Продолжаем врать почему? Потому что иначе тебя из этого круга шоу-бизнеса, такого тесненького и очень тобой желанного, тебя просто попрут с саными тряпками, потому что ты ноль и вот прям ноль. Ноль без всяких и, ты просто ноль. И ты хороша только тем, что ты помогаешь им вербализировать их вранье. Какая-то там дама, красотка, это смешалка, конечно. Не те нынче пошли папарацци, не те, и она продолжает. Увы, эра папарацци прошла, началась эпоха говноблогеров-сплетников. Дорогая моя, ты права абсолютно. Мы пришли, и мы отсюда никуда не денемся. И мы будем вас трясти так, что будете в холодном поту просыпаться. Не потому что у нас цель кошмарить кого-то, а потому что я на самом-то деле, дорогая моя, и ты это знаешь, живу по принципам журналистики. Я пытаюсь докопаться до правды, понимаешь? А не пытаюсь прикрыть чью-то там задницу, потому что человек твой друг. Восхитительное действие, восхитительное. Ребята, кто смотрел видео, давайте прокомментируем. Вообще, конечно, интересно вот это вот безумие под названием пацанки. Интересно тем, что я удивлен вообще, по какой причине они существуют. Потому что в России, где, повторюсь, проблема с насилием, вот эта вот неприкрытая на всю страну, 40-миллионная, гламуризируют насилие, гламуризируют вот это вот бандитство чертова. Я человек открытый, принимаю любую информацию, принимаю любой стиль жизни, ну черт возьми. Но это же отвратительно. Ну, хоть одну-то можете в полицию привлечь за неприкрытое бандитство, хулиганство? Давайте пообщаемся, очень серьезно послушать будет ваше мнение. Еще один такой, знаете, прямо дурачок, не дурачок от шоу-бизнеса, но человек, которому у меня лично ноль уважения. Это Малахов. Все вы знаете Малахова, мы давно ничего не комментируем, потому что вот его шоу, это даже хуже тех шоу, которые мы обсуждаем на этом канале. Ну, это просто днище, желтейшее днище. Но вы понимаете, там ребята играют по таким серьезным правилам, потому что, во-первых, у первого канала, или на каком канале там федеральном он есть, все они для меня как одно негативное целое. Все абсолютно федеральные каналы. Не вижу, что один лучше другого в чем-то. Все они покрыты вот таким вот слоем, сами знаете чего. Интересная такая вот информация появилась, дорогие мои. Цымбалюк Романовской, оказывается, предлагали 1 миллион, я так понимаю, рублей за драму на похоронах Джигарханьяна. Вы вообще слышите, о чем речь? Цымбалюк Романовская призналась, что продюсеры шоу Андрея Малахова в прямой эфир предлагали ей деньги, если она придет на похороны к бывшему мужу. Они были уверены, что пианистку не подпустят к гробу. И охрана, присутствующая на мероприятии, была возможна именно из-за ее потенциального появления. Она объяснила, что сразу же поняла, о чем речь. По какой причине представители шоу наставили на ее присутствие на похоронах Джигарханьяна. Вообще, понимаете, Джигарханьян, он фигура советского и российского кинематографа. Бесспорно, тяжело уходил, как говорил тогда Петросян. И зная все это, вы предлагаете миллион бывшей жене, чтобы она пришла, закатила истерику, и вы получили вот этот вот ужаснейший материал на камеру. Цитата. «Я понимала, что меня хотят публично унизить на камеру», заявила пианистка. Она отметила, что из-за ее отказа теперь каждый раз, когда в контексте этих самых похорон, Малахов всегда проходится нелицеприятно по ней. Вы представляете вообще, что творится? Здесь я не думаю, что проблема была бы унизить Цымбалюк Романовскую. Им была нужна драма на похоронах. Дайте человеку отойти в мир иной, спокойно. Нет. Миллион предлагает, давай ты придешь, попытаешься пробиться к гробу. Усопши вообще, слышите? Какой беспредел. Вы вообще слышите, о чем эта самая речь? Ребят, я просто в шоке. Ты понимаешь, что люди пробивают дно? Вы знаете, проблема в чем? Вот ты говоришь какую-то информацию. То есть информация, она шокирует. Эта информация, она действительно шокирует. Они слышат, они смотрят. Я знаю, редактора Малахова смотрят. Просто отмалчиваются. Знаете, по какой причине отмалчиваются? По той простой причине, что любое, абсолютно любое, оно забывается. Неделя, две, новые какие-то новости, новая какая-то драма. Все, что было, забылось. И они знают, что если сейчас они не будут комментировать, это также все забудется. Нужны зрелища. Я понимаю, нужно постоянно вот эта вот конкуренция. Она здоровая, на самом деле, конкуренция, которая выливается в такие вот уродливейшие формы. Вообще, понимаете, о чем речь? Ужасно. Я прочитал, я, во-первых, был шокирован таким бессердечием. А во-вторых, был ли я удивлен? Да, абсолютно нет. Настолько малаховская тема. Прийти, не важно, что происходит. И просто мать вот такую вот кучу. Потому что без этого шоу не будет. Ууу, какое же это дно. Учитывайте, что сейчас Малахов одно из его условий было. При переходе на этот другой канал, что он будет главным продюсером. То есть, понимаете, что тесто-мешалка, что Андрюша Малахов. Везде они трутся локотками и играют в свою игру. Ребят, никто вам, никто, повторюсь, не скажет чистую правду, как скажет Антон Эсс. По одной простой причине. Что я ни с кем и локотками не трусь. И я говорю то, что я считаю. Я искренне считаю, что это правда. Я часто, возможно, ошибаюсь. У меня нет причины. У меня нет проблем извиниться впоследствии и сказать, что, ребята, здесь меня понесло. Пока, сколько раз я извинялся? Даже не извинялся, а корректировал ту информацию. Иногда у меня просто есть какие-то вбросы, которые не подтверждаются. А там своя игра. Все, что вас кормит, любое. С Ютуба, с телевизора. Вранье. Вранье и своя игра. Вот это вот своя игра, дорогие мои. Тебе послушать ваше мнение. Вот как вот сейчас вот такой осадочек остался. Я думал, меня вообще уже ничем не удивить. Нет, оказывается, можно было меня удивить. Дорогие мои сплетники, на этом канале у нас есть мини-рубрика лайк-тайм. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Старайтесь практически каждый день выкладывать свежие сплетни, свежие новости. Чтобы вам было что посмотреть, было над чем порассуждать, когда вы пьете ваш утренний стакан кофе, ну или вечерний бокал вина, или бутылочка ледяного пива. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. У нас самое горячее сообщество, где мы обсуждаем самое горячее. Мы здесь сплетничим, и мы никогда не извиняемся за то, что мы делаем. Я считаю, как бы сплетники, это не звучало с негативным окрасом. На самом деле мы светские хроникеры, которые говорим чистую правду. И очень часто, кстати, особенно вот в Телеграм-канале, сейчас когда появились комментарии под каждым постом, у нас практически 100 тысяч на Телеграм-канале, ссылка в описании, переходите. Появляются какие-то непонятные кто, и займитесь вы своей жизнью. Сколько можно лезть там кому-то в трусы, кому-то в кошелек, кому-то... Ребят, ребят, повторюсь, каждый, кто будет нас одергивать, мы с тем человеком будем прощаться навсегда. Еще мы здесь, на канале сплетен, мы говорим, мы сплетничим. Не извинялись и не оправдывались за то, что мы сплетничим. Метлой таких, я не знаю, эмоциональных, как там сказать, моралистов из нашей жизни. Ребята, приходите здесь, сплетничайте. Но это же очень интересно. Нетфликс, дорогие мои, удалила абсолютно все фильмы с Джонни Деппом из своей библиотеки. Картины с участием актера пока доступны еще за пределами США на некоторых региональных каналах Нетфликс, но стриминговый сервис решил, что берут его отовсюду, потому что его вроде как, повторюсь, признали виновным в домашнем насилии, и по этой причине нас лишают возможности смотреть любимые фильмы. Я понимаю изначально, что откуда ноги-то растут у этой проблемы, я это все понимаю, но в то же время, когда я смотрю «Пираты Карибского моря», мне плевать на личную жизнь Джонни Деппа. Я хочу насладиться любимым фильмом, поэтому ненавижу, когда начинают проецировать свои моральные какие-то принципы на меня, лишать меня по моей подписке на Нетфликс возможности посмотреть фильм, который, возможно, я смотрю не из-за Джонни Деппа, а потому что мне сюжет. Да абсурд! То же самое они будут вычищать все фильмы с участием Шая Лабаф. Его тоже обвиняю сейчас в домашнем насилии, и все его фильмы сейчас будут удаляться. Я вам сейчас скажу больше. Пирс Броссен, антисемит, человеконенавистник. Возьмешь любого актера, если покопаться в его личной жизни, обязательно будут скандалы, обязательно будет насилие, обязательно будет алкоголизм, обязательно будет пристрастие к запрещенным веществам. Абсолютно у каждого. Все вы понимаете, большие деньги, большие возможности, но нет святых в Голливуде. Ребят, да снесите вы к чертям собачьим абсолютно все фильмы, которые есть на Нетфликсе. В следующий раз на Нетфликсе, когда вы будете снимать что-то, вот свой личный продакшн, вот этот непонятный, нанимайте только монахов и монахи, потому что вот там наверняка святые люди, а святые ли, вот это, наверное, тоже время покажет. Абсурд, по какой причине удаляют это все, лишая нас права посмотреть любимые фильмы. Я понимаю, Джонни Депп, он там есть, в этом пиратах, скажем, да? Но там же есть и другие актеры, которые в теории страдают, потому что их работа не будет показана на миллионной аудитории Нетфликса. Вот эта вот погоня за морализмом, погоня за, я не знаю, зачем. Жили мы до сих пор, и все было нормально. Нет же. Навязывают, черные жизни имеют значение, да имеют значение и белые, и черные, и желтые. Дайте нам самим решить, что поддерживать, какие ценности нам стоит разделять. Устал, вы знаете, вот устал. И вот сейчас бывшая Джонни Деппа подвела итоги 20-го года на канале Аксесс Холливуд. При двух тысячах пальцев вверх, почти 300 тысяч пальцев вниз. И флешмоб в комментариях, цитата, «Тебе не поверят, потому что ты мужчина». Это цитата, которую сказала Эмбер Хёрд во время одного из судебных разбирательств Джонни Деппу. Вот ее позиция. Я не оправдываю здесь женщин-мужчин. Мы говорим, по факту. Она шла против него в судебных разбирательствах о семейном насилии, сказав ему в лицо, «Чувак, тебе просто не поверишь, что бы ты ни сказал». По одной простой причине. Я женщина, ты мужчина. Пытались убрать ее из Аквамена. Полтора миллиона подписей. Нет, ее оттуда не убрали. Сейчас она выпустила курс очередной инфо-цыганщины. Жить-то как-то надо. О семейном насилии. Насколько я понял, цена за курс, я так понимаю, это живая встреча, 32 тысячи долларов, чтобы посмотреть Эмбер Хёрд, рассказывающую о проблемах домашнего насилия. Вы понимаете, ребят, что человек не только разрушил карьеру Джонни Деппа, своего бывшего мужа, она разрушила свою карьеру. Да, возможно, эту битву она выиграла, но эту войну она проиграла. Вы понимаете, вот эти вот непонятные для меня крестовые походы против этого, против этого. Вот давайте эти ценности навязывать. Да не надо нам навязывать. Мы все взрослые люди, мы сами в состоянии сделать выводы. И если мы не верим вам или мы не верим в ваши ценности, вы нас никогда не заставите их разделить. Я не знаю, в какое время мы живем, но вот такое вот, знаете, вот месиво из всего этого отвратительно. Это все отвратительно. Мне интересно послушать ваше мнение, в принципе, о домашнем насилии. И стоит ли бороться с домашним... И с ним стоит бороться. Это должно быть главное вообще вот... Красный угол. Борьба с домашним насилием. Но стоит ли бороться такими вот способами? Очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетики, все вы знаете, на этом канале мы поддерживаем приюты для бездомных животных. И замечательный приют, который называется Мокрый нос. Их мотто. Мы не можем изменить мир, но мы можем изменить мир хотя бы одного животного. Обязательно подписывайтесь на их инстаграм. Я оставлю у себя в описании ссылку на их инстаграм. Повторюсь, много котиков и псов в вашей ленте быть просто не может. Может быть, во-первых, найдете того ребенка, пушистого, без которого вы поймете в вашей жизни пустота. А во-вторых, если вы посчитаете нужным, пожалуйста, посчитайте нужным помочь материально, переведите 100, 200, 300 рублей. Не поверите просто, что для вас эти копейки, но эти копейки играют огромное значение для приюта, для бездомных животных. Спасибо огромное, дорогие сплетники, что поддержите нашу замечательную инициативу помощи бездомным животным. Спасибо огромное от всего сердца, что доказываете всему миру, что мы умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем, кто подписывается, кто ставит пальцы вверх, кто комментирует. Если вы еще не подписаны, ребят, подписывайтесь. У нас контент нон-стоп. Самое горячее, самое свежее только на этом канале. Вступайте в семью сплетников. У нас здесь просто замечательно. У нас самая замечательная комьюнити на русском ютубе. Без вообще сомнений нас смотрят. Кто-то любит, кто-то боится. Но у нас уважают, я думаю, все, потому что мы глаз народа. Спасибо еще раз всем за внимание. Всех с наступающими праздниками. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok